Председатель Центральной избирательной комиссии Белла Плева рассказала на пресс-конференции о новшествах парламентских выборов. Как отметила председатель ЦИК, в этом году выборы в депутаты будут проходить не пропорционально, как это было ранее, а по смешанной избирательной системе. Выборы будут проходить не чисто по пропорциональной системе, по выборам депутатов в парламент, а будут проходить по смешанной форме. то в этом году у нас будут избираться однобандатники, с самовыдвижением они будут выходить, если кто-то будет желать, и будут их выдвигать политические партии, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции не менее года. Также партии будут выдвигать свои республиканские списки кандидатов. Речь шла о внесенных поправках в закон о выборах депутатов в парламент. В частности, о принятой норме закона, по которому кандидат в депутаты должен дать согласие на обработку персональных данных. Гражданин Южной Осетии, который будет баллотироваться, он дает в своем заявлении, указывая, что он дает свое согласие на то, чтобы были обработаны его персональные данные и на их транскраничную передачу. Вот это новое. И дальше участвовать в выборах он должен дать согласие на то, чтобы были обработаны его персональные данные и конкретные, в том числе, его транскраничные пересечения. Журналистов интересовал вопрос о том, каким образом будут проверять подлинно с подписанных листов, которые собирают будущие кандидаты в депутаты. На протяжении ряда лет, когда у нас бывают выборы президента, выборы в парламент, у нас всегда собираются подписи избирателей. Подписные листы, так называемые, которые потом приносятся и сдаются вместе с другой документацией в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия делает рабочие группы. Мы их сами тоже проверяем. Ведь мы проверяем не только достоверность подписей, мы проверяем еще то, какого числа собраны подписи, правильно ли этот подписной лист оформлен, если в заголовке написано, за кого собираются подписи, как это оформлено, потом мы это все передаем почерковедам, специалистам, которые есть у нас в МВД в криминальном отделе. Почерковеды. И они проверяют вот эти подписные листы. По письменным заключениям этих экспертов мы уже принимаем решение. Бэлла Плеева озвучила категории граждан, которые по новым поправкам в закон не имеют права баллотироваться в депутаты. В законе определены категории граждан, которые не имеют права баллотироваться. Вот помимо таких, которые всем нам известны, это отсутствие ценза, это наличие судимости, появились новшества. Аутоголизм, наркомания, как цикл будет определять, есть ли вот такие особенности у потенциального, скажем так, кандидата. В этом случае будет точно так же обращаться к организациям, которые занимаются лечением алкоголиков, наркоманов, токсикоманов и так далее. То есть у нас есть диспансеры наркологические, где они должны учитываться. Одну минутку. Мы должны первоочередно обратиться на это Министерство здравоохранения, подать перечень лиц, которые подали документы и хотят баллотироваться, согласны баллотироваться. И будем ждать, что они нам ответят. В процессе работы, я пока вам не могу сказать конкретно, вот сейчас в клуме вот этих действий официальных, то же самое мы делаем же и по цензу. По цензу пятилетнее, десятилетнее проживание мы тоже обращаемся в МВД. Мы не можем знать, проживает, не проживает, даже если вот он коренной житель. Мы же не всех всегда видим. Мы обращаемся в соответствующие органы. То же самое мы будем делать сейчас. Что касается избирательных округов, в каждом будет 2 или 3 избирательных участка в зависимости от количества избирателей. Также планируется открыть избирательные участки в Северной Осетии, Абхазии и Москве. Но точное количество избирательных участков будет известно после коллегиального решения Центризбиркома. Ирина Битева, Александр Куков, информационный выпуск сегодня.